Почти 500 жителей Прикамья болеют свиным гриппом. Три пермских документальных фильма поборются за премию НИКа. О самых важных и интересных событиях готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Вся страна оскорбит пожертвам взрыва бытового газа в Ярославле. Там погибло 7 человек, включая двоих детей. Между тем Березняки потрясла шокирующая новость. В городе более чем в 600 домов истекли сроки службы газового оборудования и газопроводов. Березняковская прокуратура вместе с инспекцией Госжилнадзора обнаружила многочисленные нарушения в эксплуатации внутридомового газового оборудования многоквартирных домов. Как выяснилось, в 619 домах Березняков не проводили необходимую диагностику оборудования. Договоры со специализированными организациями не заключали. Прокурор внес представление руководителем 12 управляющих организаций и ТСЖ «Пятилетки-39». В одном из ближайших выпусков мы расскажем подробнее, с какой периодичностью нужно проверять газовое оборудование в доме и в собственных квартирах и какие суммы экономит управляющая организация на нашей с вами безопасности. Тем временем к нам в редакцию обратилась жительница района Абрамова. Она рассказала, что совсем недавно коммунальщики вычистили весь частный сектор. Правда, этому благу рады всех, кроме нее. Ведь снег с нескольких улиц не вывезли, а сгребли к ее забору. Должны ли вывозить снег коммунальные службы, выясняла Евгения Кокшарова. Здравствуйте. Я к вам обратилась из-за того, что вот такую кучу мне нагребли снега. Я свой не знаю, куда снег девать. Пелагею Микрюковой теперь можно назвать снежной королевой, ведь ее частные владения словно крепость окружают валы из снега. Куча вдоль ее забора нагреб трактор спецавтохозяйства. И для женщины в этой ситуации мало сказочного. В реальности по весне снег оттает и затопит ее огород. Сейчас нагребли, я позвонила диспетчеру. Диспетчер сказал, через 15 минут перезвоните. Я, говорит, мол, переговорю с мастером. Мастер сказал, мы самовывозом с частного сектора не занимаемся снега. Потом я остановила тракториста, который нагреб. Он говорит, звоните в контору, это не мое дело. Мы обратились к директору МУП спецавтохозяйства Александру Собянину, и он подтвердил опасения Пелагея Анатольевны. Муниципальным заданием не предусмотрены работы по вывозу снега с территории частного сектора при уборке дорог. Снег складируется на городских территориях, то есть на газонах, идущих вдоль дорог. Вывоз его не предусмотрен. А то есть прямо вдоль забора у человека, это городская территория? Это городская территория. То есть получается, снег так и не вывезут? Нет, не вывезем. Все упирается в финансы. Вывоз снега стоит денег. И поэтому дороги четвертой категории, то есть частный сектор, остались без этой опции. Причем проблема это не только Пелагея Анатольевны. Снег сгребает ко многим домам. Вот, например, этот житель дома на улице Энгельса обратился с аналогичной проблемой к первому заместителю главы Владимиру Шанину. Трактор также сгреб снег к его забору. И вопрос в считанные минуты решился по телефону. Меня это не интересует, уважаемые. Улица Энгельса, ваша. Поэтому сегодня, чтобы все было убрано, и больше этого не допускайте. Понимаете? Напротив каждого входа он не может... И когда к вам обращаются жители, вы не должны себя так вести. Получается, у Пелагея Анатольевны и других людей, которых огородились снежными кучами, остается два выхода. Либо тратить деньги и вывозить снег самостоятельно, либо тратить нервы, чтобы отстаивать свои интересы у вышестоящих чиновников. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Чиновникам тоже приходится тратить нервы. Дефицит бюджета города составит 763 миллиона рублей. Где власти будут изыскивать средства и на какие цели увеличены расходы на ближайший год? Обсуждают на заседании думских комиссий. Конечно, денежный вопрос самый острый. Именно он с особым вниманием обсуждается депутатами. В этом году городской бюджет потерпит некоторые изменения в доходной и расходной частях. Доходы будут сокращены почти на 300 миллионов рублей и составят 3,68 миллиарда. А планка расходов, наоборот, поднимается на 313 миллионов. Общая сумма городских трат – почти 4,5 миллиарда рублей. Дефицит в 763 миллиона планируется покрыть за счет остатков на счетах города. Это порядка 613 миллионов. Остальные деньги власти планируют взять в кредит. Дополнительных расходов потребовала социальная сфера – замена окон и ремонт помещений в некоторых березняковских детских садах. Тем временем расходы на реконструкцию нежилого здания под дошкольное учреждение на юбилейной 99 планируется сократить. Также больше денег понадобится на перевод системы отопления и водоснабжения на лыжной базе «Снежинка» и в летающем лыжнике, на электричество, на реконструкцию стадиона и городского парка. Дорожная тема тоже просит дополнительных средств. Будет проводиться капитальный ремонт дороги на 30 лет победы от пятилетки до набережной и преображение новосодовой. Но статья доходов уменьшится на порядок. Это касается отлова и содержания бездомных собак. А у нас были заложены деньги, да? Какие-то что-нибудь? Мы убираем сейчас? Или что? Вот этот минус что обозначает? Это значит, что вопросами о бездомных животных уполномочен заниматься край, а не местная администрация. Но только как краевые власти будут контролировать березняковские стаи собак, которые создают угрозу жизни взрослых и детей, пока не ясно. Второе. Прокуратура уже вышла с предписанием на краевые органы, на краевую власть в целью приведения данного мероприятия в соответствие закону. Я думаю, что этот вопрос будет додавлено. Тему бюджета депутаты вынесли на рассмотрение на заседание городской думы. Та же участь у отчета о приватизации муниципального имущества на 2015 год. В план по реализации нежилой недвижимости прошлого года было включено 78 объектов. Реализовать удалось 24. Из планируемых 65 миллионов рублей в Березняковскую казну поступило 47. Это почти 72% выполнения задач. На 2016 год в перечне продаваемого муниципального имущества добавилось 10 новых объектов и 55 нереализованных в прошлом году. В том числе Березняковский хлебокомбинат, который уже пятый год подряд не может найти хозяина. Березняковский хлебокомбинат неоднократно выставлялся на торги в течение 2012, 2013, 2014 и 2015 годов. Торги по этому объекту не состоялись. Мы планируем его включить в план приватизации на 2016 год и продолжить продажу данного общества с ограниченной ответственностью. Березняковская казна, согласно плану, должна обогатиться почти 9 миллионами. Выполнился ли этот норматив, узнаем через год. Эта тема тоже будет вынесена на рассмотрение на заседание городской думы. Кстати, депутаты в новом составе за время своей работы, начиная с осени 2015-го, уже собирались 7 раз и приняли 56 серьезных решений, касающихся жизни города. Александр Зеленин, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. В ближайшие субботу и воскресенье березняковцы смогут купить продукты по ценам производителей. На Советской площади вновь будет организована краевая сельскохозяйственная ярмарка. Гости ярмарки смогут приобрести молочную, куриную и мясную продукцию, колбасу, полуфабрикаты, мед и продукцию пчеловодства по ценам производителей, без наценок от магазинов и торговых сетей. Такие ярмарки пользуются высоким спросом у березняковцев. Люди килограммами скупают мясо и мешками картофель. Народную ярмарку организует управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березняки, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Торговля на главной площади города будет организована с 10 до 18 часов 20 и 21 февраля. Добровольная кабала. По данным статистики, каждый среднестатистический работающий житель Пермского края должен банкам около 160 тысяч рублей. При этом сейчас доля просроченных кредитов в регионе побила предыдущий рекорд 2009 года. Есть ли для должников свет в конце тоннеля, выяснял Дмитрий Сидельцев. Вам пришли уведомления, вручи. Давайте уведомления, до свидания. Давайте уведомления, до свидания, уходите. До свидания. Да? Да, губай. Ждите, кто не коллектор. Хорошо, все. Суд, в суде. Это угроза уже? Суд будет у вас вот здесь. Когда мы передадим в коллекторское агентство, и коллектора уже приедут и говорят. Нет, вы знаете, что вот мы пойдем, что мы придем, будем разговаривать. Угроза представителей банка натравить на должника коллекторов в последнее время стала равносильно угрозе жизни. Так, например, в конце января этого года один из таких выбивателей долгов в Ульяновске бросил в окно неплательщика бутылку с зажигательной смесью. В результате пострадал внук заемщика. Мне просто никто не даст. Тогда тот не переживает. Свой первый кредит березняковец Василий Зарипов взял в 2012 году на открытие собственного дела. Но бизнес не пошел. И чтобы как-то вылезти из долгов, мужчина стал перекредитовываться в других банках. В результате за два года задолжал восьми кредитным организациям. Они почему-то без моего ведома передали это все коллекторам. И вот эти коллекторы в течение всего дня, то на домашний телефон, то мне на сотовые. Через каждые полчаса, может через каждые 15 минут вот такие были звонки. Они просто уже достали. Именно легкость предоставления кредитов стала для многих заемщиков тем самым бесплатным сыром, который на деле превращался в финансовую кабалу. Финансовая грамотность на очень низком уровне находится. Даже, казалось бы, состоятельно образованные люди, которые брали кредиты не в каких-то микрофинансах, а в банках брали, они договоры никто не читает абсолютно. На фоне растущих кредитных долгов населения, как грибы, стали появляться всевозможные раздолжнители, обещающие погасить долг вместо заемщика. Однако зачастую это обычная финансовая пирамида. А вот остановить рост долга юридическим путем вполне реальная и при этом законная возможность. Как правило, в каждом кредитном договоре в большинстве случаев, ну в 80, так условно говоря, процентов случаев, есть нарушение прав заемщиков. То есть договоры составляются исключительно в пользу банка и крайне невыгодно для клиентов. И там в том числе есть и прямые нарушения прав заемщиков, закон о защите прав потребителей и так далее. Представление интересов перед банками, списание незаконно начисленных пений и штрафов, остановка роста долга через суд – все это абсолютно законные пути финансовой защиты человека. Под такой защитой в Березняках уже находится более 180 клиентов компании «Эскалад». Кредитное обязательство из ЦОР исполнено. Ну это отлично. Путь к полному расчету с кредиторами Василию Зарипову еще предстоит пройти. Но, по крайней мере, страх перед визитом коллекторов-беспредельщиков у него уже исчез. И знаете, жизнь наладилась. То есть я стал просто уверенным в себе человеком. То есть я уже не стал вот при каждом звонке вздрагивать. И уже что-то вот более достойно уже отвечаю, отвечал, да. Вот. И потом уже подал иски в суд. И вот сегодня я принес документ, в котором ясно сказано, что уже банк «Русский стандарт» ко мне претензий не имеет. Тем, кто не хочет мириться с финансовой зависимостью от банков, может пригодиться адрес Березняковского отделения компании «Эскалад». Юбилейная 1, офис 506. Кроме того, представители компании работают в Яеве и Кизеле. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. И в завершение выпуска информация, которая будет интересна тем, кто уже задумывается о подарках к 23 февраля. Александра Зеленина подскажет отличный вариант презента в День защитника Отечества для тех мужчин, которые привыкли следить за собой и своим здоровьем. Согласитесь, большая часть современных мужчин предпочитает быть в форме и проводит много времени на тренировках. Ведь сильные мужские руки – мечта любой женщины. Но после изнуряющих занятий с тяжеленными штангами организму просто необходим отдых и приятные процедуры. Когда занимаешься спортом и когда занимаешься профессионально спортом и не даешь организму восстанавливаться, мыши забиваются, естественно. Организм просто устает, он изнашивается. Нужно все равно себя любить и делать восстановительную терапию для своего тела. Мужчина просто обязан за собой ухаживать. Мы должны себя любить, тогда будут любить нас. Виталий – искушенный ценитель массажа. Для него так важно восстановить свое тело и душу. Профессионализм рук массажиста – главная составляющая восстанавливающей процедуры. Поэтому свое тело спортсмен доверяет только высококвалифицированным специалистам. Потому что профессионал знает, какие точки надо нажать, какие мышцы проработать и как расслабить их, как тонизировать. И как бы… ну я считаю, что только профессионал знает более такие азы массажа. Каждый мужчина будет просто в восторге от процедуры прессотерапии. Это массаж без применения механических сил с помощью сжатого воздуха. Такая процедура воздействует на лимфатическую систему, выводя все шлаки и токсины из организма. Прессотерапия не только восстанавливает, но и дарит невероятные ощущения. Ну это поистине какая-то космическая процедура. На тебя одевают аксессуары, сжимается все воздухом. И просто воздух гоняет твою кровь посредством давления в ту или иную область на твоем теле. Ну ощущения, конечно, непередаваемые, здорово, конкретно и очень полезно. Подарить своему мужчине райский отдых совершенно нетрудно. Поверьте, ваш рыцарь останется доволен таким подарком. Ведь это не просто отдых, это самое ценное – здоровье. Кстати, в Центре красоты и здоровья райская птица в честь Дня защитников Отечества акция с 17 по 23 февраля. При покупке любой услуги или подарочного сертификата своему мужчине абонемент в тренажерный зал или бассейн «Кристалл» в подарок. Неплохо, правда? Два подарка по цене одного. А милые дамы тем временем смогут провести время с пользой для себя. Центр красоты предлагает большой спектр процедур по уходу за лицом и телом, а также групповые тренировки в фитнес-зале. Ведь своему мужчине нужно соответствовать. Александра Зеленина, Степан Некрасов, новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь. В студии была Елена Вавилова. Всего доброго и спасибо, что вы с нами. Спонсор прогноза погоды – ресторан «Парадис». 22 февраля вечер в честь защитников Отечества. Адрес идеального мужского праздника – ресторан «Парадис». Челюскинцев, 12. Спонсор прогноза погоды – компания «Формула тепла». Оборудование для создания хорошей погоды в вашем доме. Отопление, водоснабжение, канализация. Все по лучшим ценам. Швейников 1. Спонсор прогноза погоды – компания «Лорена Кухни». Успевайте. До конца февраля скидка до 50%. И беспроцентная рассрочка. В Березняках 18 февраля в течение дня ожидается пасмурная погода. Ночью столбик термометра покажет минус 4 градуса. Днем в районе минус 5. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. В четверг солнечная активность, умеренное геомагнитное поле слабо. Мы подскажем, где отметить День защитника Отечества идеально? В ресторане «Парадис». Гостей «Парадиса» ждет роскошная программа. Танцевальная музыка и певица Настя Фокс. Лидер российских радиостанций. Адрес идеального мужского праздника. Ресторан «Парадис», улица Челюскинцев, 12. Грандиозное снижение цен в формуле тепла. Инфракрасные обогреватели от 2200 рублей. Конвекторы от 1100 рублей. Тепловые пушки от 1800 рублей. Тепловые завесы от 1800 рублей. Звоните 20 10 50. Город Березники. Швейников 1. Счастье может настигнуть где угодно. Но лучше в этот момент находиться на любимой кухне. На кухне Лорена. Илья Лазерсон рекомендует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова